Первое, что мы по-прежнему заметны на спортивной карте Российской Федерации. Нам, Министерство спорта, Всероссийская Федерация, Олимпийский комитет России доверяют проведение самых престижных мероприятий. Я считаю, что проведение фестиваля по национальным и олимпийским видам спорта среди стран СНГ – это тому подтверждение. Наши спортсмены – участники практически соревнований любого ранга, начиная ПФО, чемпионат страны, первенства страны, Европа, мир. В данном случае в Сурдолимпийских игр у нас есть чемпионы. Я считаю, что то, что у нас около 90 человек входит в разные составы сборных команд страны, говорит о хорошем потенциале нашего тренерско-преподавательского состава. Сейчас идет сложная работа по реформированию детских и юношеских спортивных школ, школы Олимпийского резерва. Сейчас задача настроить все школы на подготовку спортивного резерва для сборных команд страны. Есть указ президента, есть постановления, вводится федеральный стандарт. Я думаю, что в скором будущем ульянские спортсмены должны уверенно занять свое место во многих сборных командах национальной сборной. Но самое главное – мы наращиваем мускулы в разделе инфраструктуры. Мы каждый год сдаем 2-3 спортивных сооружения, будь то в городе Ульянске или муниципальном образовании. У нас сейчас подготовлен для торжественного открытого спортивного комплекса «Союз» в поселке Моторного завода. Только что сегодня все контролирующие органы подписали акт ввода физкультурно-оздоровительного комплекса на нижней террасе. У нас в заделии еще нескольких спортивных сооружений. Мы в этом году начали строить региональный центр художественной гимнастики. То есть в этом плане правительство Ульяновской области, губернатор делают все возможное, чтобы создать для жителей Ульяновской области комфортные условия для оздоровления, введения здорового образа жизни и максимального, как говорится, отдачи максимального времени, занятий в спортивных секциях, ввести здоровый образ жизни. Сейчас это главное. Создаются все условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Как я уже сказал, что мы будем продолжать строить и развивать инфраструктуру. Нам опять доверяют проведение крупных международных соревнований. У нас пройдут 2-3 чемпионата страны. Не только по классическим видам спорта, там дзюдо, кикбоксинг, тэквондо. Но в этом году жители Ульянска порадуют чемпионат страны по стрельбе из лука и арбалет. Я думаю, что это будет интересно. Тем не менее, я вот недавно был в магазине Декатлон. Это не реклама, это просто я посмотрел, как раскупают арбалеты и луки. Я думаю, что эти чемпионаты будут в тему, и у нас будут развиваться эти необычные для Ульянска направления. Нам опять доверяют проведение мероприятий. И считаю, что самым крупным это будет проведение форума России «Спортивная держава», на который съедутся не только руководители спортивных организаций, органов исполнительной власти Российской Федерации, но и ближайших стран СНГ, Европы. Я думаю, что это будет настоящий не только праздник. Это мероприятие поднимет престиж Ульянской области в глазах наших соседей и всей Российской Федерации. Я хочу пожелать, будьте счастливы, здоровы, ходите в спортивные залы и комплексы, ведите здоровый образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин